МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рассказываем о том, что произошло в Чите и Крае за минувшие сутки. Вы смотрите Время Че. В студии Марина Лиханова. Здравствуйте. Чуть больше пяти месяцев понадобилось следствию, чтобы собрать достаточно доказательств по делу об убийстве двоих малолетних детей. Сейчас материалы переданы для рассмотрения в суд. Напомним, трагедия произошла в августе 2016-го в Агрогородке Опытный. Тогда по подозрению в преступлении задержали 35-летнего Алексея Федосова. Его жертвами стали дети с соседнего дачного участка, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка. По данным следствия, у обвиняемого возник конфликт с детьми, которые находились на соседнем дачном участке. И обвиняемый убил обоих детей. Девочке он нанес не менее пяти ударов молотком по голове, а мальчику не менее пятнадцати. В результате мальчик от полученных травм скончался тут же, а девочка через несколько дней скончалась в больнице. Следователи провели комплекс следственных действий по установлению обстоятельств совершенного преступления. Проведена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, по выводам которой он способен отдавать отчет своим действиям. Ну и с учетом полноты собранных доказательств, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Правоохранители добавляют, что причиной кровавой расправы над детьми послужили банальные обзывательства. Мужчину обидели ругательство ребят в его сторону, и он взялся за молоток. Если его вина в суде будет доказана, детоубийце может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. К другим темам не удалось. В ночь на 16 января шестеро неизвестных напали на предпринимателей из Китая и угнали их машину, угрожая оружием. В настоящее время злоумышленники находятся под следствием. Полина Харченко подробнее. На этих кадрах видно, как двое мужчин садятся в машину, когда подходят налетчики. Угрожая оружием, они избивают хозяев автомобиля и заставляют их залезть в багажник. После непродолжительной поездки злоумышленники высадили живой груз в районе поселка Ивановка и скрылись в неизвестном направлении. На попутках потерпевшие добрались до Читы, где и обратились в полицию. Там мужчины рассказали, что на их автомобиле установлена система слежения, благодаря которой оперативники и нашли машину, которую преступники спрятали в карьере близ села Зыково. Там же устроили засаду и уже утром задержали троих подозреваемых, которые вернулись за угнанным автомобилем. На сегодняшний день уже задержаны все шестеро налетчиков, двое из которых оказались ранее судимы. У них изъяли два пистолета и охотничье ружье. Со слов подозреваемых, они заранее планировали совершение преступления, зная, что предприниматели проживают в многоэтажном доме, устроили на них засаду. Все подозреваемые признали свою вину. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». И к ситуации на дорогах Читы. Тройное ДТП произошло сегодня на перекрестке Новобульварной Абгамяхково. По информации ГИБДД, автомобиль скорой помощи со включенными проблесковыми маячками, возвращался с вызова и столкнулся с маршруткой, которая отлетела в движущейся по встречке «Лексус». В машине скорой в это время находился пациент, которого везли в больницу. В ДТП также пострадал пассажир «Газели». Его с травмой ноги увезла другая карета скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, чтобы определить виновного. А на сегодня у меня все. Оставайтесь на Первом Независимом, будьте бдительны и берегите себя.